Дела бизнесменов идут в гору. Больше половины процентов налогов формируется малым и средним бизнесом. Об этом рассказал Аким Города на третьей ежегодной конференции Национальной палаты предпринимателей Атамикен. Пау-Ржан Байбек отметил, что даже в период кризиса продолжается поддержка бизнеса. Только на этот год бюджет развития достиг 150 миллиардов тенге, созданием более 26 тысяч рабочих мест. При этом порядка 4,5 тысяч предпринимателей будут обеспечены госзаказами. Вы знаете, что только глава государства, благодаря его поддержке, у нас очень много инфраструктурных проектов, и жилье у нас строится, и республиканского бюджета. В прошлом году 32,9 миллиарда тенге было выделено на строительство жилья, и по наружу в том числе 19,7 миллиардов. Но так как у нас бюджет большой, вы знаете, мы провели очень серьезную работу, посмотрели по принципам Yellow Page Rules. Государство не должно оказывать услуги, предоставленные бизнесом. Это и есть принцип Yellow Pages. Благодаря ему оптимизированы дорогостоящие проекты. Они соответствующие, приостановлены. Так, в 2016 году сэкономлено около 20 миллиардов тенге. Деньги направили на соцподдержку населения, в том числе на содержание детей в детских садах. И здесь большую помощь нам палата предпринимателей оказывает, мы системную работу проводим. Я знаю, что сегодня будут отчеты, и, наверное, будет рассказываться о нашей совместной работе, о результатах. Их много, но я хотел бы только на нескольких остановиться. Это важное направление, исходя из послания третьей модернизации. Это то, что мы должны развивать новые цифровые технологии. Вы знаете, мы создали Алматы инновейшн-центр, отобрано более 100 инновационных разработок для внедрения в городе. Инфраструктура СЭСПИД завершена, где более 160 высокотехнологических компаний работают. Теперь производители мебели, лёгкой промышленности или продуктов питания смогут рассчитывать на собственный уголок в индустриальной зоне Алматы. То есть это любая компания с оборотом в 15-30 миллионов тенге в год. В технопарке Алатау собираются выделить территории для малого и среднего бизнеса. Перспективы налицо. Здесь предложат и новое помещение для производства, и подключат воду, газ, электричество. В общем, создадут все условия для бизнеса. Откуда можно молодому начинающему предпринимателю, скажем так, содержать? Бухгалтера, логиста, складские помещения и так далее. А всё это там будет предусмотрено. То есть предприниматель получит определённую абонентскую плату, и ему управляющая компания оказывает эти услуги. По словам специалистов, на этот проект необходимо выделить порядка 2 миллиардов тенге из бюджета города. Но затраты эти бизнес оправдает быстро. Бизнесмены, в свою очередь, предложили внести изменения в закон, запрещающий частным клиникам лечение злокачественных новообразований, а также максимально сократить процедуру таможенного оформления при экспортной операции. Рашид Ильясов, Канад Кигизбаев, телеканал ОМАТЫ.